По дороге детства и добра вместе с детьми из Луганска прошлись ульяновские самбисты. Проект с одноименным названием принадлежит благотворительной организации Ростовской области «Быть добру». Акция нацелена на психологическую реабилитацию детей Донбасса. Мальчишки и девчонки из сельских поселений, а также воспитанники детских домов едут по городам России, где их встречают с теплотой, заботой и самыми добрыми намерениями. С 2017 года, на январь 2000 года, у нас было вывезено 2500 детей только с Донбасса. Ездим как получается. Просто собирается в очередной раз группа деток. Есть друзья в Ульяновске, у меня очень много друзей. Среди друзей оказались и ульяновские спортсмены. Они помогли с размещением детей, подготовили для них трёхдневную программу. Сводили в эквапарк, на картинг, организовали обширную экскурсию по городу, поход в музей. А на десерт оставили мастер-класс и показательные выступления. Один мой знакомый сказал, я к нему подошёл и говорю, как ты разбогател? Он говорит, я состязался с Богом добрыми поступками. Я говорю, и кто победил? Он говорит, победил Бог, а я разбогател. Поэтому каждый должен задуматься. И просто, даже когда и трудные ситуации, и кажется, иногда может какая-то нехватка, проблемы. Тем не менее, всегда делиться с более, так скажем, маленькими, тем более, детьми. Проект «Дорога добра» очень важен в плане того, что он показывает детям мирную жизнь. А это помогает в их, наверное, социальной адаптации в обществе. Потому что они во многом свои были лишены всего и не видели то, чего видят, наверное, дети, которые живут в мирное время. Девятилетняя Варя Гонта только с виду кажется хрупкой. Она одна из первых вызвалась побороться с профессиональными спортсменами и лихо перекинула их через плечо. Говорит, что самообороне учил папа, самого первого класса. Правда, на теории. После Ульяновской дети отправились по дороге детства и добра в Болгар, а оттуда в Казань. А ульянские самбисты тем временем активно подключаются к всероссийскому проекту «Герои с нашего двора», цель которого – привлечь детей в спорт через историю успехов их сверстников.